Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на небольшой, но краткой визуалочке Тактик Гризли от Мистер Блейд В комплекте с ножом у нас идёт вот такой вот чехол Молли Значит, имеет он два ремешка Вот этот вот, я так понимаю, под бедро А вот этот ремешок для ношения какого-либо комплекта Дополнительного складного ножа в чехле, огниво и так далее и тому подобное Далее, сам нож Полная длина ножа у нас 262 мм Длина клинка 127 мм Ширина 36 мм Толщина в обухе 4,5 мм Сталь ножа у нас на клинке D2 Вес 267 г Конструкция у нас Full Tank Форма клинка Drop Point Некоторые особенности, которые я бы хотел отметить в этом ноже, которые мне понравились Первое При фехтовальном хвате его очень удобно держать в руке за счёт двух моментов Первое, это вот эта вот выемка на рукоятке И сама эргономика рукояти Второе, это вот эти вот подпальцевые насечки Далее, особенность этого ножа, которая мне очень понравилась Это наличие, с одной стороны, фальш-лезвия Что повышает проникающую способность И с другой стороны, сохранение полноценности обуха То есть этим ножом, с учётом того, что он с конструкцией Full Tank Батонить можно от души и смело Я так думаю, проблем не возникнет Потом, обратите внимание на эту выемку на обухе Эта выемка, ну, лично мне, она всегда нравится на ножах Почему? Потому что при вот таком вот хвате Им можно очень удобно работать при чистке овощей того же картофана Далее, обратите внимание на форму темлячного отверстия То есть темлячок, он как бы не будет вам мешать Он будет утоплен Здесь вот такая вот выемка Я считаю, что это плюс Накладки у нас выполнены из стеклотекстолита G10 И, значит, монтаж у нас вот тут вот на трёх видах С одной стороны и с другой стороны Здесь мы видим вот такой вот небольшой упорчик Момент, который мне непонятен, это вот эти насечки Не знаю, возможно, допустим, при обратном хвате У кого вообще здоровенная рука Держать вот указательным пальцем Не знаю Ну, в целом, хват, особенно в фехтовальном хвате В руке отличный Мне очень понравилось Спуски у нас идут примерно От двух третий Ну, чуть выше, чем от середины Да, где-то Я думаю, что всё-таки Чуть не две трети Ну, чуть-чуть больше, чем от середины Обработка клинка у нас пескоструй Но всё-таки нож позиционируется Мистером Блейдом Как производителем, как тактический Вот Идёт он, если я не ошибаюсь Только в пескоструйной обработке То есть в чёрной Stone Wash его нет Ну, вот такие особенности О которых я хотел вам поведать Это был Гризли от Мистер Блейд Да, кстати Что меня смутило Это Если А, нет Странно Не выпадает Да, это, значит, про другой нож я хотел сказать Я прошу прощения за сумбур Видите, а без Вот этого крепления Он в ножнах тоже держится довольно-таки уверенно Ну что ж, это был Гризли Всем спасибо за внимание Всем острых ножей, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok